Самое интересное, то что компания уже три раза умирала и три раза возрождалась. А говорят, секрет бессмертия утрачен. Вот у кого надо поинтересоваться. В совмещении моральной сбреем усы и гуриману и материальной мотивации 13-я зарплата заставила всю команду работать на успех. Миллиард мы сделали. Скоро мы сделаем 2 миллиарда, я обещал подстричься на лысо. Подписывайтесь на канал Один из Битрикс. Надеюсь, что мы вам еще не надоели. В эфире снова «Битрикс24 спрашивает». И сегодня у нас снова в гостях партнер компании «Битрикс24». И в роли этого партнера у нас Денис Логинов. Как вы помните, мы говорим о задачах, о животрепещущих вопросах, о проблемах. И чем интереснее будут вопросы Дениса, тем интереснее будут мои ответы. Денис, все в ваших руках, но для начала расскажите о своей компании. Меня зовут Логинов Денис, компания-лаборатория автоматизации. Мы занимаемся систематизацией данных и автоматизацией бизнес-процессов. И вообще моя мечта – жить в сильной, растущей и, конечно же, богатой стране. И это можно сделать через работу с предпринимателями. Именно поэтому мы работаем над YouTube-каналом, где в 2020 году будем каждый день выкладывать новые видеорешения, а в 2021 году по два новых решения в день. И я уверен, каждый предприниматель сможет найти решение по автоматизации своих процессов и сделать нашу жизнь лучше. И именно сегодня я задам ключевые вопросы о том, как увеличить целевую аудиторию на наши рекламные каналы. В настоящее время фокусной компании направлен под названием «Лаборатория автоматизации логинов». И самое интересное – то, что компания уже три раза умирала и три раза возрождалась всего за один год. С самим Bittrex я познакомился лет пять назад и первое внедрение сделал в компании диджитал-агентство. Извините, а говорят, секрет бессмертия утрачен. Вот у кого надо поинтересоваться. Извините. Да, который развивался своим партнером. То есть это основные услуги разработка сайтов, контекст, фирменный стиль. И увидев, что реально есть польза от данной платформы, я предложил своим клиентам, существующим, сделать внедрение. И до сих пор есть клиенты, которые пользуются Bittrex 24. Следующим шагом была идея. Почему бы не продать ту же самую услугу в оставшейся базе? Подготовили персональное предложение, отправили, провели встречи. И вроде бы всем понравилось, но продаж не было. По всей существующей, казалось бы, теплой базе клиентов. И я считаю это первым поражением. После этого я взял паузу в несколько месяцев и подумал, что нужно сделать подход от другого бренда. Так как мы в веб-студии, выходцы, то ранее мы разрабатывали свою CRM, брейни CRM. Я подумал, что нужно донести клиенту в понятном названии под новым брендом. Сделали новые сайты, лендинги, запустили типовые рекламные активности. Контекст, YouTube, начали вести Instagram. Создали CRM готовые под разные ниши. То есть это салоны красоты, соляные пещеры, тогда был активный бум. И отдельные рекламные кампании, холодные звонки, приглашения на семинары, мастер-классы, вебинары. Был спрос, заинтересованность, но продаж не было. В итоге три месяца активной работы, потрачено деньги, время, ресурсы. И была всего лишь одна продажа, и то не с этих рекламных активностей. Я просто в личную продал на встрече. И это второе поражение. В связи с этим мой первый вопрос. Какие вы считаете есть актуальные инструменты и рекламные кампании для продвижения такой услуги непростой, я считаю, для кампаний, у которых еще нет именитых клиентов? Сейчас мне будет очень просто работать, потому что какие советы я Денису не дам, ничего не впортит твой бизнес. Даже если он умрет, он снова вас прянет. Поэтому я вообще просто полный карт-бланш предлагаю, что хочу. Это была шутка. Денис, если серьезно, вы делали правильные вещи. Вопрос просто, что канала иногда недостаточно. Должны совпасть еще такие вещи, как правильное время. Потому что иногда приходит предложение человеку, который создает сельную пещеру, он думает, я пока без автоматизации обойдусь, без CRM справлюсь. А потом еще должно совпасть предложение, то есть сообщение. То есть ты по правильному каналу даешь неправильное сообщение, и оно до человека не доходит. На слух я могу сказать, что в принципе каналы были правильные. Но мне на слух очень тяжело оценить, и вы не вспомните, наверное, каким была тональность, каким было само сообщение. Но, предположим, очень часто люди, которые дают сообщение, даже базовые вещи делают неправильно. Но, предположим, они не используют заголовок в коммерческом предложении или не используют заголовок в рекламном сообщении. А заголовок, как учил нас товарища Гилви, и есть реклама-реклама. Или, предположим, тот же самый заголовок можно сделать более высококонферсионным за счет того, что ты ставишь его в кавычке. Или, предположим, ты пишешь, что тем, кто развивает сельные пещеры на Урале, и вот когда ты пишешь на Урале, люди, которые работают на Урале, они начинают кликать по этому объявлению больше, потому что там есть слово знакомое для них «Урал», они просто делают на инстинктах. Нельзя ставить точку в конце заголовка, и это я же только про заголовки говорю. Поэтому очень важно во всех сообщениях с клиентами, неважно это презентация перед клиентом, неважно это пост в Инстаграме, или неважно это рекламное объявление, даже пускай в газете бесплатных объявлений, оно должно строиться по модели АИДа. Вы привлекаете внимание, вы побуждаете человека к действию, вызываете у него интерес, вы вызываете у него желание приобрести то, что вы продаете, и последнее у вас есть так называемый call to action, когда вы людям говорите, что нужно купить. Поэтому сейчас мы с вами вряд ли сможем поставить диагноз с тем коммуникациям, которые у вас были, но я, если честно, очень редко видел правильные коммуникации. То есть все всегда можно улучшить, это один из моих девизов. Поэтому мой совет вам и мой совет слушателям, каждый раз, когда вы сделали важную для вас коммуникацию, мы можем написать коммерческое предложение, покажите его как можно большему количеству людей. Предположим, у вас есть знакомый, который неплохо разбирается в маркетинге, предположим, я. Вы говорите, гляньте глазом одним. Вот просто нужно понимать, это ужасное коммерческое предложение или нормальное. Я вам говорю, Денис, ужасное. И вы такой, блин. И начинаете его переписывать. Вы можете показать это человеку, который является вашим клиентом. Вы говорите, слушайте, уже текущим клиентом. Вот если бы такое коммерческое предложение вы раньше от нас получили, вы бы на него среагировали или нет. Вы можете показать коммерческое предложение даже потенциальному клиенту. И прямо реально, когда он у вас или вы у него, просто протестировать что-то на нем. Вот если у меня есть система, которая называется, я писал про это в своем инстаграме, система оценки 7 на 7, когда ты через 7 фильтров прогоняешь то, что ты сделал для того, чтобы получить максимальный эффект. Еще раз руководствуйтесь правилом. Все всегда можно сделать лучше. Но про каналы, я думаю, что, наверное, еще зашли бы хорошо ивенты. Вообще, на самом деле, для рынка B2B, на котором вы работаете, всего лишь примерно около 20 каналов существует. Ивенты – это очень мощный способ. Очень хорошо на вашем рынке заходит так называемый юзерс групп. Знаете, что такое юзерс групп? Очень эффективный инструмент. В свое время, когда я работал на рынке телекоммуникационном, мы активно его использовали. Все клиенты на рынке делятся на новаторов, ранних последователей, поздних последователей, раннее большинство, позднее большинство консерваторов. Так вот, очень важно, продавая кому-то что-то, найти клиента новатора. То есть все начали заниматься соляными пещерами, на примере соляных пещер, но не все новаторы. И вот кто-то говорит, ой, я всех пору за счет того, что автоматизирую это. И вы ему делаете особые условия на пилот, он как бы пионер, вы его там облизываете. Но что вы от него просите? Вот за ту скидку, которую мы дали, вы его просите быть лицом вашей рекламной компании на рынке соляных пещер. И, соответственно, если вы выходите с Урала на Поволжье, с Поволжья на Дальний Восток, с Дальнего Востока на Юг, то, соответственно, вы можете использовать этого человека и говорить, смотрите, вот у нас есть первые результаты, которые мы получили вот этому клиенту. Там себестоимость снижается, повторные продажи растут, средний чек вырастает. И его можно приглашать выступать, потому что вы приезжаете на юг и говорите, семинар двухчасовой по правильной автоматизации или по правильному интернет-маркетингу для компании, которая занимается бизнесом соляных пещер. Любой бизнес поставьте здесь. И, соответственно, вы выступаете, но к вам нет доверия, потому что вы пытаетесь втюхать то, что вы продаете. А он эксперт, он как бы попробовал, он там на грабли понаступал, ошибки все совершил. И, конечно, он будет героя этого мероприятия, но он все время будет говорить, блин, вообще вот эти ребята, они просто красавцы. Денис вообще просто лично там работал со мной, и результаты, вот то, что он сейчас рассказывал, это действительно правда. Может быть, даже они где-то были пессимистами, делая какую-то презентацию в каких-то вещах, они были пессимистами. Потому что у меня цифр гораздо больше. Эта история очень хорошо работает. Очень хорошо работает на вашем рынке так называемый white paper. Это мини-книга, такой как бы кейс расширенный, как мы автоматизируем соляные пещеры, как мы автоматизируем, не знаю, рестораны, или как мы автоматизируем, предположим, производство. Поэтому, по факту, если вы будете просто смотреть на то, что делают другие партнеры битрикс24, вы увидите как раз классные маркетинговые ходы. Но, опять же, любой маркетинговый ход можно сделать лучше. И самое главное, вот пробить невнимание ваших клиентов можно как раз за счет применения нового инструмента. То есть каждый раз, когда вы придумаете новый инструмент, вы, соответственно, вызываете такое «вау, это прикольно». Кстати, я знаю, что вы ведете свой канал в YouTube. Как результаты? Результаты, я их начал ввести с 1 января. И прошло ровно 7 месяцев с момента, когда появился первый горячий клиент с YouTube. Он пришел и говорит, вот видео, хочу так же, куда мне переводить деньги. И когда я это запускал, я как раз таки не ставил для себя никаких целей по времени, по ограничению. И как раз таки это было для меня знаком, что нужно продолжать делать. Потому что вопросы у всех клиентов примерно одинаковые. А как построена ваша программа? Извините, что вас перебивает, Денис, как построена ваша программа? Вы прямо берете и говорите, а сегодня у меня вопрос от одного из наших клиентов. То есть ответы на часто задаваемые вопросы и реализация кейсов. То есть взяли реального клиента, открыли его портал. Все, что не нужно, спрятали. Показали, какая была проблема. Как мы ее решили, какие методы, как этим можно переуправлять. Слушайте, давайте, не только вы будете учиться у меня, но я буду учиться у вас. Я обращаюсь ко всем нашим зрителям. Напишите в комментариях, какой вопрос вам очень интересен, какой вопрос вы очень хотели, чтобы я дал ответ. И в нашей следующей передаче я начну с ответа именно на этот вопрос. Мы берем лучший, возможно, ваш. Мне нравится такой заход на этот рынок. Действительно, YouTube это очень хороший канал. Единственное, что меня смущает, это канал, который больше воспринимает поколение игрок. Поколение игрок пока не всегда лицо, принимающее решение. Я не удивлюсь, если через пару лет вы скажете, что у вас еще появился канал в ТикТоке, и вы таким образом выходите на поколение Z. Но история вот про что. Мне кажется, что нужно работать как раз с поколением более взрослым. Работаете ли вы через Facebook, работаете ли вы через, предположим, одноклассники ВКонтакте, или профессионалы, или экзекутив? Вы на каких еще площадках присутствуете? Даете экспертные... В последнее время только начали дублировать весь контент на социальные сети, оставшиеся, включая Facebook. И удивительно было то, что Instagram хуже всего показывает... Instagram, мы с вами понимаем, там должна быть красивая картинка. Если бы вы были девочка, но вы раз в купальнике, а купальник прикрывает, предположим, у вас вверх, и вы такой говорите, что если первая покупка будет вот сейчас по этому предложению, я снимаю вверх купальника, будет вторая покупка, я снимаю низ купальника. Представляете, какой будет у вас шквал заказов? Но мы мужчины, у нас преимуществ здесь меньше. Кстати, это известно, что сейчас перерассказывал, это известно рекламное объявление, которое сделал Агилви. Он действительно пообещал, что, не знаю, сначала девушка снимет вверх купальник, а потом вниз. Во Франции она легко сняла вверх, и как бы особо никого не удивило. Он когда был вниз, просто люди занимали, когда вывешивалась наружная реклама, они просто занимали места заранее, чтобы это посмотреть. И она действительно сняла они с купальника, она держала его в руке, но низ она прикрывала своего тела плакатом рекламным, но, собственно, который все и продавал. Это реклама. Соответственно, давайте вернемся к работающему Инстаграму. А что у вас работает лучше всего? Сейчас исключительно YouTube. YouTube? YouTube. YouTube дублируются данные на Facebook и другие социальные сети. Соответственно, с Facebook получаем дополнительную какую-то обратную связь. Плюс дублируем данные на свой сайт, где ведем такой же блог. И сейчас как раз-таки недавно подключил публикацию материалов на информационные ресурсы. Там статьи переписываются, дополняются видео. И здесь хотел бы понять, спросить, какие есть возможности в данной бизнес-нише плюс автоматизация увеличить охват потенциальной аудитории? Вы сами и подсказали мне ответ. Давайте попробуем идти в офлайн. То есть, смотрите, если у вас есть серия YouTube, вы просто отдаете помощнику или какому-то человеку, который набил руку на том, что он просто видео переводит в тексты. И у вас по факту получается уже какая-то книга. Вы делаете мини-книгу или вы делаете книгу, и таким образом заходите на территорию офлайна. Опять же, посев этой книги, может идти через любую вашу социальную сеть. Но история про то, чтобы оставить след, физический след. Кстати, сделать книгу я советую практически каждому гостю нашей программы. И то первую сделать книгу, потому что все хотят, все к этому, как бы все про это задумываются. Вот вы не задумывались, а вас я к этому подталкиваю. Кто будет первым, тот и молодец. Я думаю, что у вас большой гандикап, потому что у вас есть уже оцифрованный контент на протяжении, как вы сказали, практически года. Если его просто перевести в буквы... А он уже переведен, потому что каждое видео сопровождается текстами. Да, да, да. Но они же все из разных бизнесов, из разных ниш. Они все оторваны от общего процесса внедрения в любой компании. Попробуйте найти какую-то логику. Но по факту вы можете из лимона сделать лимонад. Вы можете сказать, что у нас опыт работы с очень большим количеством индустрии. Я предложу, вы можете написать автоматизацию от А, автоматизация, я до... До конца, да. До я. Но, видишь, автоматизация. И, соответственно, вы начинаете кейсы писать, там, предложим, автомобильный бизнес. А я, вы просто автоматизируете работу, какого-нибудь консультанта, который сам работает на себя. То есть, он как бы я. Ну и, соответственно, вы просто подобрали слова, там, не знаю, там, В, это, предположим, там, не знаю, водный транспорт, там, не знаю, Т, это торговля. И по факту получилась такая очень неправильная книга, в которой есть суть, есть структура, и есть просто кейсы клиентов на тот или иной. Шикарная идея. Берите. Спасибо. Пожалуйста. Обязательно буду делать. Такой вопрос. Как вы относитесь к беззакладной системе? Нет. Очень плохо. Почему? Очень плохо. Ну, мне кажется, что вы никогда не сможете привлечь ни одного сотрудника, сказав, что, может, у него быть беззакладная система. Самая лучшая система – это когда у тебя фикс и флекс. Фикс – это то, что позволяет человеку рассчитывать на то, что даже если все пойдет плохо, он какие-то денежки заработает. А вот флекс должен быть, конечно, привязан к каким-то KPI, каким-то показателям. Кстати, смешная история. Мне в свое время рассказал один человек. В американскую компанию в Москве был назначен новый руководитель, и он приехал, проверил склады, проверил остатки, проверил финансы, и потом стал проверять работу партнеров, и потом стал проверять работу сотрудников отдела продаж. И выяснилось, что из 10 человек, которые работают в отделе продаж, пятеро зарабатывают большие деньги, двое зарабатывают средние деньги, а трое такие лузеры еле-еле, они там наскребают какой-нибудь там прожиточный минимум. И он вызывает коммерческого директора и говорит, а что вот эти три лузера у нас делают? Он говорит, а у нас пожизненный найм. Он говорит, что их уволить нельзя? Он говорит, нет. Учил? Учил. Мотивировал? Мотивировал. Он говорит, хорошо, тогда я их замотивирую. Давай, сегодня вечером с ними встречаемся в ресторане Пушкин, в крутом ресторане Пушкин вечером встречается с ними, те волнуются, трясутся, что им скажет новый руководитель, а он им говорит, ну что, ребята, за знакомство. Там раз, выпили. Между первой и второй, перерывчик небольшой проявил знание русской культуры, бац, по второй. Ну внутри, четвертое, он говорит, ребят, все, давайте уже последний тост, я иду домой. Он поднимает стопочку и говорит, ребята, я хочу выпить за то, чтобы ровно через три месяца вы зарабатывали столько, сколько зарабатывают люди, которые у нас лидеры. Вот эта пятерка. Если вы не будете зарабатывать столько же, то ровно через три месяца в этом ресторане я буду ужинать с вашими женами. И им-то я скажу, сколько на самом деле вы могли бы приносить в семью. Вот мотивация для любого продавца должна быть то, что он может зарабатывать больше. Может быть, хитрый прием, вы тоже возьмете на вооружение. У вас же есть, наверное, контактные данные, когда сотрудника оформляешь на работу, ты получаешь контактные данные его близких. Вот просто такую смс-ку, ваш муж заработал 3000 рублей, а мог бы заработать 3000 рублей. Вы уж там его как-нибудь там заимотивируйте, поддержите. Скажите, что вы шубку новую хотите. Я шучу, но мотивация – это тема прямо очень-очень серьезная. Если провести аналогию с техническими специалистами, как попробовать их заимотивировать на результат общей команды? Потому что они занимаются разработкой приложений, процессов. Да, но опять же, от того, насколько быстро и настолько качественно они сделают продукт, зависит и общий успех проекта. Поэтому их нужно привязывать к общему результату. И самая страшная демотивация – это когда вы мотивируете сотрудника, который принес сделку в компанию, вы мотивируете лидера проекта, но не мотивируете рядовых сотрудников, которые ему помогали. Поэтому успех проекта должен выражаться в том, что кто-то из… То есть каждый член команды, который работал в проекте, получает какое-то зернышко. И вот это как раз будет их мотивацией. То есть они плохо сработали, зернышко не будет. Они хорошо сработали, зернышко будет. То есть привязать их к общему успеху по реализации проекта. Конечно. Если проект как стартап внутри компании, внутренний, на который я ставлю цели, попробуйте приложение. Вот вы когда читали книжку «Маркетинг на 100%»? Нет. У меня есть книга, одна из первых моих, даже первая моя книга. Я там изображен с усами. Как вы с усами, вы даже еще борода. И когда наше издательство пошло наоборот в 750 миллионов рублей, неожиданно в первом квартале мы как-то очень хорошо сработали. Я возьми и пушите, я сказал, ребята, сделайте миллиард, я сбрюссы. И реально это было некой целью, которая заставила всех сотрудников сплотиться и заставить меня сбрить усы. Ну, помимо этого была еще назначена дополнительная материальная мотивация. То есть мы пообещали, что если у нас будет 13-я заработная плата, то каждый сотрудник, каждый, каждый, работающий в бухгалтерии, работающий в IT, работающий юристом, получит 13-ю зарплату на следующий день. Это было достаточно несложно организовать, но это было дополнительной материальной мотивацией. В совмещении моральной сбрюссы и гульману и материальной мотивацией, 13-я зарплата заставила всю команду работать на успех. Миллиард мы сделали. Здорово. Хотелось? Да. Скоро мы сделаем 2 миллиарда, я обещал подстричься на лосы. Хотел спросить. После того, как был первый бренд, бренни CRM, и я захотел его усилить в YouTube-канале, как раз-таки нашел разложение своей фамилии на элементы любого бизнес-процесса компании. Именно так и появилось название. Лог, ин, офф и лаборатория автоматизации. Вот так я связал полностью компанию со своим личным брендом. Начал вести, конечно же, Instagram параллельно. Насколько это правильно в будущем для развития компании, если по каким-то причинам я захочу... Дети есть? Дети есть? Конечно. Сын есть? Конечно. Отлично. Передадите по наследству. У вас отличная фамилия. Я даже хотел пошутить и сказать, что у вас отличный псевдоним. Также у нас же вот лог, ин, офф. Ну, то есть вообще фантастика. Но я думаю, что еще можно было бы да и с именем поиграть, но сейчас не будем. Но по факту, если есть дети, можно дополнительную мотивацию даже у ребенка воспитывать. Просто говорить, учись хорошо, папа тебе бизнес по наследству передаст. Ну, по крайней мере, такая история мне бы очень здорово помогла, когда я воспитывал своего ребенка. Просто когда мой ребенок был маленький, у меня еще не было своего бизнеса. Поэтому это правильная история. И вообще, мне кажется, что использование фамилии в названии компании – это скорее плюс, чем минус. Да, ты, конечно, сильно переживаешь за свой бизнес, ты понимаешь, что любое темное пятно – это пятно не только на репутации компании, на твоей личной репутации, но зато ты и отвечаешь своим именем и своей фамилией. Вот честно, когда мы создавали издательство Мановнов и Фербер, а потом создавали консалтинговую компанию, Манчевные и их партнеры, мы очень долго с партнерами думали по поводу того, вот давать или не давать своей фамилии бизнесу. Первый раз было очень страшно, второй уже было не так страшно. А третий раз я бы вообще не напугался. Но первый раз очень страшно. А вы уже через это прошли, но еще раз, решение принято и решение правильное. И теперь, конечно, нужно использовать все плюсы от того, что ваш бизнес носит вашу фамилию. В том числе и вот такой, который пока не очевиден. Ребенку можно обещать то, что бизнес перейдет ему по наследству, пускай хорошо учится и пускай свои точные науки. А если рассмотреть с точки зрения сотрудников, их не обижает ли отсутствие их в названии компании? Если вы начнете расти, вы можете сделать так, как сделали мы с Иваном Черемных. У нас компания называется Ман Черемных, и мы решили назвать ее и партнеры. И реально мы каждому человеку, который может стать партнером, предлагаем статус партнерства. Это такая известная консалтинговая история, которая легко переносится в ваш бизнес. Есть младший партнер, есть партнер, есть старший партнер. Точка роста, отличная точка роста. Да, 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 ты просто выстраиваешь. И даже, кстати, можно иногда сделать кандидат в младшие партнеры. То есть человек увидел, что ты прям реально в нем увидел какой-то определенный талант. Но вы должны быть готовы к тому, что когда ты создаешь партнерство, вот как раз здесь возникает дополнительная мотивация, ты некую часть дохода откладываешь. Сейчас ты забираешь все, как прибыль, а ты часть откладываешь на то, чтобы промотивировать свою команду. Ну, приложим, 50% забираешь себе, а 50% отдаешь своей команде. И, соответственно, чем больше зарабатывает твой бизнес, тем больше зарабатываешь ты, тем больше замотивированы партнеры в том, чтобы развивать партнерство. Я правильно понял мысль, что если я хочу добавить нового партнера или нового сотрудника в команду, то мы должны уже заложить на текущий момент для него бюджет. Нет. Смотрите, когда у вас появляется партнер, вы вряд ли возьмете партнера, который сразу же к вам придет партнером. Он просто может предложить. Давайте представим так, что вы в феврале или в январе членово финансового года вдруг решили сделать практику создания сайтов, снова ее возродить или, скажем, практику работы в социальных сетях. И вы берете человека и говорите ему, ну, он же ИП, мы ему говорим, слушай, давай мы с тобой договоримся вот таким образом, что от каждого проекта ты получаешь, будешь предложен, 50%. И он себя хорошо зарекомендовал. И ты ему говоришь, по ускоренной программе давай пройдем через это вот кандидат в партнеры, младший партнер, партнер и старший партнер. И ты теперь получаешь не только 50% от каждого заказа, ты еще получаешь процент от того, сколько заработает вся компания. И тогда у человека нет вот этого того, что если никто не заплатит еще 55, я убегу туда. Потому что он работает на общий успех, потому что он получает по результатам года. И вот эта история годового бонуса заставляет человека как минимум очень хорошо доработать до конца года, проработать вот этот финансовый период. А потом он получает этот бонус. И даже если ты пытаешься его схантить в середине года, у тебя это не получается. Он говорит, я должен получить бонус. А когда ты получил бонус, тебя пытается схантить, он думает, блин, а в другую компанию я не смогу так хорошо работать. Денис так классно управляет мной. И так как здесь творческие, как бы, условия для работы, классные условия для работы, и человек опять, там, не знаю, включает жадность, остается с вами на еще один финансовый период. Ну, в общем, здорово придумано. Причем, ну, не нами. Это западная практика. Это интересный сценарий развития. Возвращаясь к теме продажи, внедрения CRM, я обнаружил несколько ключевых элементов, которые тяжело заходят клиентам. И хотел бы... Сейчас вы не будете спойлерить? Нас смотрят в том числе ваши конкуренты. Нет, ничего страшного. Хорошо, я предупредил. Я хотел бы понять, как можно их обойти. То есть, первый момент в том, что система очень многофункциональная, и у клиента складывается ложное впечатление о том, что он сам может ее настроить, либо интегратор просто-напросто является инструментом по настройке. Отсутствует ценность, получается. Второй момент, что для качественного внедрения действительно нужно потратить несколько месяцев плотной работы анализа бизнес-процессов, оптимизации и так далее. Не все клиенты, осознавая это, начинают быть готовы и давать доступы. И третий момент, что... Вы можете даже не говорить про третий момент, потому что есть четвертый, пятый, шестой, но вы сами отвечаете на свой вопрос. Я предлагаю вам сделать документ мифы автоматизации. Именно с таким документом заходить в любую компанию и сначала говорит, слушайте, мы начнем с вами работать, но позвольте вам рассказать мифы древней Греции, пардон, автоматизация. И, соответственно, вы просто перечисляете вот эти 10, 7, 5, 6 вещей, которые ошибочно представляют ваши клиенты. Если вы видите понимание в глазах клиента, все считаете... То можно продолжать. Если нет, то... Абсолютно правильно. Вот в этом и был вопрос, как на берегу быстрее понять и договориться. Это же можно транслировать, получается, во все рекламные объявления, сайты и так далее. В компании мальчевных партнеров мы вообще работаем по манифесту. Мы приходим к клиенту и зачитываем в течение часа манифест, то есть правила работы наши с клиентами. Клиент очень сильно проникается. Кстати, тут сразу понятно, наш клиент или нет. Будет сотрудничество длительным или будет очень коротким. Это шикарная идея. Надеюсь, вы ее забудете, а люди ее не услышали. Да-да-да, это очень быстро можно определить формат работы. И так как большинство интеграторов выросли из веб-студий, так же, как и мы, и даже сейчас публикую готовые решения в YouTube, у клиентов первый вопрос. Сколько часов и сколько у вас стоит час? Как перейти от продажи часов к продаже экспертизы и продаже решения? Здесь есть два сценария. Первый – попытайтесь из лимона сделать лимонад. То есть люди говорят, что мы хотим сравнить час. Вы говорите, окей, но только у нас час. И здесь вы начинаете говорить про то, что у вас есть профессионалы высшей категории, просто профессионалы, профессионалы младшей категории и есть ассистенты. Если они говорят, сколько у вас стоит час? Сколько у вас стоит час? Ну, в смысле, на рынке в среднем, сколько стоит час? От 1600? Хорошо, вы говорите, от 999 рублей. Но работает студент. Нам студент не нужен. Это будет хорошо, профессионал 1700 рублей, мегапрофессионал стоит, не знаю, 2000 рублей, а я стою там 5000 рублей. Ну, там, Денис, нам бы хотелось, чтобы с нами работали вы. Но, соответственно, предложив человеку вилку, вы получите именно того клиента, который вам нужен. Если он скажет, мне нужен студент, бог с ним, пусть работа со студентом получает то, что делает студент. Это первая стратегия. Вторая, вот поменять правила игры, уйти от часов. Это может быть тоже, кстати, одним из мифов. Вы просто можете сказать, что мы не работаем по часам. Просто вот такое правило нашей компании. Мы не работаем по часам, потому что мы считаем, что это неправильно. Мы работаем по процессу, мы работаем по результатам, мы работаем по этапам, мы работаем по блокам и так далее, так далее, так далее. Просто декларируйте это, и у вас тогда не будет таких вопросов. Ну, правда, у вас не будет таких клиентов, но нужны ли они вам, если они стараются получить стоимость студента часа? Ну, люди же, наверное, понимают, что если будут делать студентом, будут делать несколько раз дольше. Конечно, и хуже. И хуже, и по цене получится. Конечно, конечно. Сколько платят четырежды. Понятно. Спасибо большое. Мы отлично поговорили с Денисом, затронули очень большое количество тем. И что мне понравилось в разговоре с Денисом, Денис, при всей его такой спокойности общения, похоже, очень включился в то, чтобы все идеи, которые сегодня прозвучали, максимально реализовать. Встретимся с ним через некоторое время и посмотрим, что ему удалось. До встречи, Денис. Спасибо. Ну что ж, у нас завершилась шикарная встреча, о которой я давно мечтал. И я, конечно же, хочу поблагодарить и компанию Bitrix24, и Игоря за огромное количество дельных советов. И уже завтра, уже завтра я начну их воплощать в жизнь. Я получил ответы не только на те вопросы, которые я готовил, но и те вопросы, которые появлялись по ходу нашего обсуждения. Огромная благодарность. Это большой вклад в развитие меня, в развитие компании и, конечно же, в развитие автоматизации в нашей стране. Подписывайтесь на канал 1SBitrix. Субтитры создавал DimaTorzok